Здравствуйте! Меня зовут Елена Кузовкина, и сегодняшний эфир я проведу дома. Сотрудники телеканала «Толк» добровольно согласились на режим самоизоляции. При этом мы продолжаем работать для вас, и вот о чем сегодня расскажем. Четвертый случай. Может ли молодая мать передать болезнь своему новорожденному малышу? Авторитет среди ученых Алексей Водовозов общался с нашим корреспондентом. Так мог ли Алтайский край остаться оазисом среди пандемии? Композициями классиков разбивает уличное молчание. Барнаульский музыкант рассуждает о жизни в период самоизоляции. Итак, на Алтае четвертый инфицированный коронавирусом. Это женщина, которая накануне родила в 11-м роддоме Барнаула. Ее положительный статус подтвердили в Новосибирском центре. Ребенок остался в родильном отделении, а маму перевели в 5-ю горбольницу. Ее состояние оценивают как средней степени тяжести. Это решение правильное, разобщить маму на сегодняшний день, но понятно, что абсолютного источника, тот, который выделяет возбудитель, и ребенка. Поскольку факт инфицирования у родившей недавно матери ребенка, он далеко не стопроцентный и даже не 50%. За ребенком установлено наблюдение по возможным клиническим проявлениям болезни. И в свои сроки регламентированно будет проведенный лабораторный контроль. Добавлю, что сотрудники роддома, наблюдавшие за пациенткой, принимавшие роды, сейчас находятся на самоизоляции, соответственно, не работают. В комментариях к новостям о пандемии барнаульцы предлагают чуть ли не линчевать семьи первых зараженных. Наказывать по всей строгости просят и всех вернувшихся из-за границы. Мы попытались найти разумное и дозвонились до ученого из Москвы, Алексея Водовозова. Предупреждаем, правда может быть горькой. У нас есть много всяких интересных инфекций, которые, если придут вот с такими характеристиками, они перебьют половину населения Земли. Мы ничего с ними сделать не сможем. Но в данном случае нам крупно повезло, потому что это проверка, скажем так, это проверка готовности, по большому счету, всех систем, сил, средств. Алексей Водовозов – авторитет среди ученых и квалифицированных врачей. Популяризатор научной медицины, подполковник медицинской службы запаса. Лекции по краткой истории инфекционных заболеваний читает давно, но с приходом коронавируса их пришлось значительно расширить. Нам удалось связаться с Алексеем по скайпу и узнать у ученого, есть ли смысл линчевать первых зараженных и их семьи, как предлагают некоторые жители края в комментариях. И вообще смог бы наш регион остаться оазисом без зараженных. Сейчас никаких островков безопасности не существует. То есть, если в какой-то город летают самолеты, ездят поезда, там есть автомобильные трассы, например, федерального значения, все, это означает, что этот город находится в зоне риска. И рано или поздно, неважно когда, но рано или поздно, туда некоторое количество зараженных доберется. Это не обязательно будут путешественники. Да, они как бы первая волна. Но поскольку в страну вернулось больше ста тысяч людей из-за рубежа, завести в Барнолу вирус мог любой контактировавший с ними. Например, заразить нас смог житель Витебска, который никогда не был за границей, но побывал у родных в Москве, а потом поехал к бабушке на Алтай. То есть, единственным способом сохранить островок безопасности стала бы полная изоляция нашего региона задолго до вспышки в Москве. Так виноваты ли путешественники в том, что им просто позволили вернуться домой? Понятно, что именно на людей, вот на этих, да, как-то направлять свою агрессию бессмысленно и бесполезно. То есть, уже все случилось. Нужно, ну, если куда-то нужно перенаправлять, например, то на тех людей, которые сегодня не соблюдают правила самоограничения. Таким людям стоит объяснять, дом нужно покидать только, чтобы купить продукты или выбросить мусор. В противном случае мы можем увидеть не режим самоограничения, а настоящий карантин с санитарными кордонами и военными в городе. А с вашей точки зрения это хорошо, если такой сценарий все-таки мы увидим? Да, это хорошо, потому что это позволит, по крайней мере, по всем данным, которые мы на сегодня имеем, это и китайский опыт, это и итальянский опыт, это и то, что сейчас делают в других странах, это единственный работающий сценарий. А пока карантина нет, для нас важен еще один вопрос, который Алексей Водовозов разбирает в своих лекциях. Маски. И Всемирная организация здравоохранения, и американская CDC, и наш, наши, кстати, в меньшей степени, как-то они за маски топят в основном, пришли к выводу, что не целесообразно носить маску здоровому. Маска на больном, для того, чтобы вы не распространяли вирусы. Вот да, в этом смысле она работает. А еще, если вы врач, работающий с больным, или родственник, который за ним ухаживает. И не забывайте, есть определенные правила ношения маски. Менять каждые два часа, менять, если вы чихнули, если на вас чихнули, и стараться в ней не говорить так быстро, как я, и не быстро ходить, потому что если она промокнет от дыхания или пота, ее тоже нужно поменять. И не забывайте, врачи-инфекционисты носят специальные очки, потому что глаза тоже точка вхождения вируса. Здесь у нас слизистая. Если вы все это примете к сведению, то поймете, почему ВОЗ не видит смысла в ношении масок здоровыми. Кстати, если хотите разобраться в тонкостях, можете посмотреть лекции Алексея Водовозова или почитать статьи на сайте Всемирной организации здравоохранения. Главное, не выходите из дома. Андрей Дриер, день с толком. Из дома. А между тем, в регионах страны стартовала всероссийская акция взаимопомощи. Для желающих оказать поддержку создан сайт «Мы вместе 2020.рф», объединивший благотворителей, волонтеров и людей, которым требуется помощь. Его оффлайн-версию сейчас создают в каждом субъекте. Так в Барнауле действует штаб, созданный ОНФ и медуниверситетом. От добровольцев требуется не только оперативная поддержка, но и соблюдение мер безопасности для жителей. Средства дезинфекции сейчас в дефиците, именно поэтому депутат Государственной думы Александр Прокопьев через свой фонд предоставил штабу безвозмездно партию обеззараживающих препаратов, произведенных компанией «Валар». Для начала перед выездом тебе нужно обработать руки антисептиком. Почти же с приветствия или посвящение волонтеру. Краткое обучение самому важному – безопасности. Продезинфицировал руки, надел перчатки, маску. После каждого выезда их нужно менять, а руки обеззараживать. Пока сложно представить, сколько средств уйдет за неделю волонтерской работы. Продукт востребованный и дефицитный. Волонтеры обратились за поддержкой в фонд депутата Госдумы Александра Прокопьева. И сейчас разгружают целую партию антисептических средств. Чтобы можно было быстро антисептиком обрабатывать руки и поверхности, для того, чтобы исключить риск контоминации при доставке продуктов и при выезде мобильных бригад нашего волонтерского штаба. С этого работа волонтеров и начинается. С самого утра все дежурят на телефонах и формируют список адресов. Нам проходит заявка. Мы сначала звоним людям, уточняем весь список продуктов и едем по адресу. Покупаем все продукты и приносим. Каждый день больше 50 заявок. Работают в штабе, как правило, студенты, но есть и те, кто помогает после работы. Добровольцы покупают не только продукты, но и лекарства. Чаще всего помощь просят пожилые. По статистике, именно эти люди в группе риска. Поэтому волонтеры переживают о том, чтобы не стать переносчиками инфекции. Ребята переживают о технике безопасности, поэтому они ее максимально соблюдают. У нас с этим проблем нет, и они не контактируют с пожилыми. Здесь у нас все осторожно, и мы каждый раз про это говорим. Лекарства или продукты волонтеры, как правило, оставляют у дверей. Но еще важнее регулярно обрабатывать руки и перчатки дезинфицирующими средствами, чтобы исключить возможность передачи вируса. Безопасность волонтеров и людей, которым они помогают, во многом зависит от стабильного поступления антисептиков. Помощь депутата Госдумы Александра Прокопьева оказалась жизненно необходимой. Вот сибирская генерирующая компания в связи с режимом самоизоляции временно приостановила очную работу с потребителями. Теперь подать показания счетчиков, оплатить услуги за горячую воду, отопление. Жители Бийска, Рубцовская и Барнаула могут не выходя из дома. Вот как это сделать? Расскажем далее. В Барнауле и Рубцовске передать показания можно двумя способами. Через личный кабинет системы «Город», ссылка сайта сейчас на ваших экранах, либо в аналогичном приложении для смартфона. Показания принимает и управляющая компания. По телефону, чату или эмейлу. У барнаульцев также есть возможность позвонить в вычислительный центр ЖКХ. Его контакты на экранах. Показания принимают до 25 числа каждого месяца. А с 1 по 10 должна поступить оплата. Рассчитаться можно, не выходя из дома, несколькими способами. В личном кабинете системы «Город» через Сбербанк Онлайн и Автоплатеж, а также на устройствах самообслуживания Сбербанка путем сканирования QR-кода, расположенного в верхнем правом углу квитанции. Что касается бейчан, то они могут воспользоваться сервисами компании и провести оплату без комиссии. Через услугу личный кабинет на официальном сайте сибирско-генерирующей компании или мобильное приложение СГК. Причем мобильный сервис позволяет не только проводить финансовые операции, но и оперативно получать ответы на вопросы по качеству теплособжения. Проконсультировать могут также и на официальной странице СГК ВКонтакте. Специалисты СГК особое внимание обращают на пожилых людей, которые на «вы» с современными технологиями. Помочь пожилым людям зарегистрироваться в личном кабинете и оплатить услуги могут их родственники. Мы просим позаботиться о своих близких и не подвергать их риску. Таким образом, избавить их от необходимости посещать почтовые отделения, банки, управляющие компании и контактировать с большим количеством людей в помещении. А мы продолжаем сообщать вам о том, как обстоят дела у наших соотечественников, живущих и работающих за рубежом, в частности, в тех странах, где карантин уже не первую неделю. Как выглядят ограничительные меры по-немецки, нам рассказал Александр Дортман, проживающий в Берлине. Ему слово. Всем привет. Меня зовут Александр. Я из города Берлин. Коротко хотел бы рассказать вообще, что у нас сейчас происходит, что можно, что нельзя. Ну, ситуация следующая. Как и везде, в принципе, ввели карантин. Всем объявили, что нужно сидеть дома. Строгого прям запрета на выход на улицу, как в той же Италии, пока нет. Но уже объявили, что нельзя более двух человек собираться в одном месте. Расстояние между людьми должно быть не менее полутора метров. Вот как-то так. На улицах, конечно, значительно меньше народу у немцев. Вообще здесь, как я понял, принято, если сказали, находиться дома, то, соответственно, будьте дома. Дома, конечно, сидеть очень тяжело. Хотя все мои знакомые, большинство, сидят дома, не выходят максимум это на балкон. Либо один раз в неделю, либо один раз в неделю в магазин. Да, у нас был случай, что мне пришлось выйти на работу экстренно с коллегой. Так соседи вызвали представителей власти и нас пытались оформить, нарушения и так далее. То есть, ну, в общем, не знаю, чем эта вся история еще закончится, но явно какие-то последствия будут. Есть народ на улицах, никто особо так не прячется. Кто-то вот даже на роликах катается и так далее. Вот у нас аптека перед домом. Народ стоит на улице, также ждет своей очереди. Вход только по одному и прямо прямиком к кассе. Как-то так. Бабушки гуляют. Кафе все уже, естественно, закрыты. Все предприятия тоже на первых этажах закрыты. Кто-то не пускает никого. Маски носят, но подавляющее большинство, конечно, ходят без масок. То есть, маски не надевают. И все же самая актуальная тема сегодня – это самоизоляция. Жители, в том числе и Барнаула, привыкают жить по новым правилам. Стараются не выходить из дома. И вот в такие времена разрешенная дистанция в 100 метров для кого-то является настоящим спасением. Например, для тех, кто привык к свободному творчеству. Вместе пропадать не страшно нам. Строки актуальны, как никогда. Сплоченность в самоизоляцию, взаимовыручка и поддержка. Михаил Палочкин разбивает уличное молчание. Уверен, людям это нужно. Для торжественности даже надел обновку – байкерскую куртку. Классическая музыка, она должна звучать, потому что на самом деле мы должны не сдаваться и не бояться. Михаил – бывший журналист. Уже несколько лет играет на клавишах, струнах. Пишет свое, записывает творчество группы. И говорит – счастлив. Своё состояние, как может, передает окружающим на безопасном расстоянии. Без маски объясняет, так как петь сложно. А руки моет и думает о лучшем. Очень важно мыслить позитивно и вот эту ситуацию с временной изоляцией человека воспринимать именно так, как, ну, не знаю, как мем в интернете про болтинскую осень. На самом деле, действительно, сейчас наступает такое время, когда человек может сделать простые важные вещи. Это побыть со своими детьми, позаботиться о своих уже пожилых родителях, разобрать бардак, который у него в доме или там при усадебном участке. То есть, на самом деле, всю ситуацию надо выводить в какой-то позитив. И поэтому я, играя классическую музыку и свои песни на улице, я считаю, что тоже немножко нотку позитива приношу. И во многом в этом вижу свое предназначение, чтобы действительно мир делать немножко добрее. Играет музыкант и классику. Говорит, даже уличное выступление должно быть на уровне больших залов. И рассуждает, настанет ли в Барнауле мода на балконные выступления. Итальянского карантина не хотелось бы, а вот новые форматы творчества почему нет? Вряд ли это будет, потому что музыканты не готовы это делать, а люди, возможно, не готовы это воспринимать. Ну, понимаете, почему не готовы? Потому что им бы, наверное, никто этого и не предложил. То есть, если бы предложил, ну, я, например, не знаю, если у кого-то есть балкон, я с удовольствием сыграю концерт на балконе. У меня просто, я же живу в двухэтажном доме, здесь интернациональный, и поэтому у меня нет балкона, поэтому я играю на улице, на стульчике. Играть ли Михаилу на улице дальше или подниматься на балкон решит, пожалуй, вирус. Скоро музыканта, возможно, будут слушать разве что из окон домов. Зато живая музыка в самоизоляции – целое событие. Анастасия Дорога, Николай Шелко, День с толком. В завершении выпуска напомню, в условиях карантина и сложной эпидемиологической обстановки сотрудники Сибирской медиагруппы готовы прийти на помощь жителям Алтайского края. Если работодатель принуждает вас выйти на работу или отправляет на карантин без сохранения заработной платы, да, возможно, у вас куча других вопросов, которые вы не можете решить самостоятельно, обращайтесь к нам, мы попытаемся помочь. Телефоны на экране. При этом все сотрудники телеканала «Толк» продолжают работать для вас, но работаем мы дома. Оставайтесь дома и вы. Подумайте о своем здоровье и здоровье своих близких. Будьте с толком, будьте вместе с нами. Оставайтесь дома. Продолжение следует...